С 23 по 26 августа в Хасыртовском районе межведомственная рабочая группа администрации района провела очередные плановые рейдовые мероприятия по выявлению неформальной занятости населения, незаконной предпринимательской деятельности и легализации серой заработной платы. В рамках инспекционных выездов прошли повторные проверки в населенных пунктах Новосельская, Навагагатли, Кимсиур, где была ранее проведена работа по предупреждению и разъяснению предпринимателей об их обязанностях перед государством. Было выявлено более 20 объектов без государственной регистрации. Данным предпринимателям были выписаны протоколы и уведомления с предписаниями. В состав межведомственной рабочей группы вошли заместитель начальника управления экономики, руководитель рабочей группы Имамудин Кандауров, начальник отдела инвестиций и развития малого предпринимательства, управление экономики Байрамали Имамов, специалист ФОМС по Хасавертовскому району Хан Султан Митцеев, ведущий специалист пенсионной службы по Хасавертовскому району Рашид Яхрияев, специалист налоговой службы по Хасавертовскому району Сулейман Гаджиев, старший участковый Эльдар Мухтаров, группа из Северных электрических сетей и специалиста районного райгаза, представители сельской администрации. После неоднократных предупреждений и призывов к предпринимателю к исполнению своих обязанностей и соблюдению предпринимательской дисциплины, межведомственная группа в расширенном составе пришлось принять меры по отношению к наиболее злостным нарушителям, игнорирующим требования. Таким образом, электрическими газовыми службами по селу Новосельское отключено из-за актирования два объекта, по селу Новогогатли – три. По данным населенным пунктам в ходе рейда зарегистрированы индивидуальных предпринимателей по селу Новосельское Семеро, а по селу Новогогатли – восемь индивидуальных предпринимателей. Работа в этом направлении будет продолжена, подчеркнул Имамуддин Кандауров, руководитель рабочей группы. Сегодня межведомственная комиссия, созданная распоряжением главы района Джамблатом Салавовым, выезжала в селение Новогатли и в селение Новосельское. Выезд – это уже неоднократно, и мы в начале месяца выезжали в данные села, предупреждали, писали уведомления, писали протоколы. Большая часть предпринимателей проявили здравый смысл, зарегистрировались. Но однако же были такие предприниматели, которые проигнорировали наши государственные требования, не исполняют свои обязанности перед государством, перед законом, к чему нам пришлось предпринять меры, уже, можно сказать, даже крайние меры. Мы сегодня с службами электрическими, газовыми службами выезжали в данные населенные пункты. Там у нас по списку шли предприниматели, которые не зарегистрировались в данные им сроки. Обещали, неоднократно. Да, которым было неоднократно объяснено, разъясняли, обзванивали. Мы два раза ездили, мы объясняли всем, выписывали уведомления, но однако же реакции от них не было. Пришлось нам предпринять меры. Сегодня по Новосельскому там было электричество отключено у двух предпринимателей. Также по Новоготли тоже трое предпринимателей было отключено от электричества. Там же на месте были другие на отключение у нас в списке. И пока мы не совершили отключение, они в тот же момент поехали в город, налоговую инспекцию подали заявление, откуда нам дали информацию, что данный предприниматель подал заявление на регистрацию. Таких предпринимателей мы, конечно же, уже не стали отключать, так как они с сегодняшнего дня являются официально зарегистрированными индивидуальными предпринимателями. И хочется сказать предпринимателям нашего района, чтобы проявили благорассудство, чтобы не доводили нас, международную рабочую группу, до таких крайних мер. Мы просто так не приезжаем и просто так никого не отключаем, никакие меры не принимаем. Мы в первую очередь всех оповещаем, предупреждаем. Если тот или иной предприниматель в данный момент не был на своем предприятии и так далее, который может в любое время с нами связаться, обратиться, где мы тут же любой член этой комиссии разъясним, объясним. Из-за этого хочу, конечно же, нашим службам, налоговой инспекции, пенсионному фонду, полиции районной, электрическим службам, газовым службам, всем территориальным ведомствам, всем районным и федеральным службам поблагодарить. Слаженную работу во взаимодействии работаем уже не второй год идет. Данная комиссия была создана в феврале 2015 года. Данный вопрос стоит под жестким контролем главы района Джамблатом Шапиевичем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...